Здравствуйте, ребята! Я рада нашей новой встрече. Сегодня мы узнаем много интересного, а чтобы лучше понять новую тему, предлагаю несколько минут уделить повторению пройденного. Внимание, мальчики и девочки! Приготовьте ваши ручки, разомните пальчики. Сегодня новые задачи будем решать. Кто хочет получить отметку 5, тогда устный счет. Пора начинать. Назовите все числа, с которыми мы уже познакомились. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Назовите число, которое стоит перед числом два. Правильно, один. Назовите число, которое следует за числом два. Правильно, три. Ну а теперь внимательно послушайте и дайте ответы. Веселые задачки. Я нашел в дупле у белки пять лесных орешков мелких. Вот еще один лежит, мхом заботливо укрыт. Ну и белка, вот хозяйка, все орешки. Сосчитай-ка. Сколько стало орешков? Правильно, шесть. А как вы узнали? Правильно, к пяти прибавить один, получится шесть. Два кубика у Саши, четыре у Паши. Вы кубики все идти? Скорей сосчитайте дети. Сколько кубиков у детей? Молодцы, шесть. А какое выражение можно записать? К двум прибавить четыре, получится шесть. Или к четырем прибавить два, получится шесть. Ребята, вы любите сказки? Как называются эти сказки? Волк и семеро козлят. Сколько было козлят? Семь. А это белоснежка и семь гномов. Сколько было гномов? Семь. А кто знает следующую сказку? Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Сколько было богатырей? Семь. Какое число встречается в названиях этих сказок? Число семь. Послушайте загадку. Сколько в радуге цветов, дней недели у китов, гномиков у белоснежки, братьев-близнецов у пешки? Вот что знают даже дети. И всего чудес на свете. Разобраться с этим всем нам поможет цифра семь. Сегодня мы с вами отправимся в гости к числу семь. Число семь с древних времен в большом почете. Его даже считали магическим. В древнем Риме было семь главных богов. Киев и Рим построены на семи холмах. А в Индии на счастье дарят семь слоников. И в нашем современном мире существует много предметов, в которых всегда присутствует число семь. Назовите их. Правильно. Семь дней недели, семь нот, семь цветов радуги. Итак, число семь по отношению к числу шесть является следующим. Значит, оно занимает седьмое место на числовом луче. Еж спросил ежа соседа. Ты откуда не поседа? Запасаюсь я к зиме. Видишь, яблоки на мне. Собираю их в лесу. Шесть принес, одно несу. Призадумался сосед. Это сколько будет всех? Дети, давайте поможем ежам сосчитать все яблоки. Кто помнит, сколько яблок еж уже принес? Шесть. Сколько яблок он еще несет? Одно. Что мы должны сделать? К шести прибавить один, получится семь. Пять цыплят стоят, на скорлупке глядят. Два яйца в гнезде у наседки лежат. Сосчитай поверней, отвечай поскорей. Сколько будет цыплят у наседки моей? Сколько цыплят было сначала? Правильно, пять. Сколько яиц еще лежит? Два. Сколько будет у на сетки цыплят? Семь. Как найдем? Правильно, если к пяти прибавить два, то получим семь. Много зверей у Саши живет. Четыре собаки и трое котят. Кто потрудился зверей сосчитать? Прошу вас ответ немедленно дать. Сколько собак живет у Саши? Четыре. Сколько котят? Три. Сколько всего зверей живет у Саши? Семь. Как получили семь? К четырем прибавили три, получили семь. Определим числа, которые составляют число семь. Семь это один и шесть, два и пять, три и четыре, четыре и три, пять и два, шесть и один. А теперь откройте учебник на странице двадцать шесть. Какие из знаков сравнения больше, меньше или равно скрыты за каплями красок? Семь больше одного, семь больше пяти, четыре, четыре меньше семи, семь и семь равны, шесть меньше семи, два меньше семи, три меньше семи, шесть больше четырех. Хорошо! Посмотрите на картинку. Сколько лет исполнилось Андрею? Семь. Как вы догадались? Правильно! На торте семь свечей. А теперь посмотрите на цифру семь и скажите, на что она похожа? С чем ее в своих стихах сравнивает детский писатель Самуил Маршак. Вот семерка кочерга, у нее одна нога. Мы познакомимся с числом семь, научимся писать цифру семь. Из каких элементов состоит эта цифра? Она состоит из трех элементов. Это верхняя волнистая горизонтальная линия, большая наклонная линия и маленькая линия, которая пересекает наклонную линию посередине. Начинаем писать волнистую горизонтальную линию чуть левее середины верхней стороны клетки. Ведем по верхней стороне клетки вправо до вершины угла. Затем без отрыва пишем большую наклонную линию, доводя ее до нижней стороны чуть правее середины клетки. Затем подчеркиваем ее посередине маленькой линии. А теперь попробуйте цифру семь написать в воздухе. На этом наш урок подходит к концу. Я надеюсь, ваш багаж знаний хорошо пополнился. Давайте повторим, что мы узнали сегодня. Познакомились с числом и цифрой семь. Научились ее записывать. Выяснили, при сложении каких чисел можно получить число семь. Всем спасибо. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok